В Кирове прошел юбилейный 10-й фестиваль колокольного звона Вятской Метрополии. На главную колокольню Кафедрального Успенского Собора поднялись больше 20 звонарей. Первый фестиваль колокольного звона прошел в Кирове в 2004 году. С тех пор в несколько раз увеличилось количество его участников, расширилась и география. Правда, пока она не выходит за пределы Вятской епархии. Самые далекие гости приехали на фестиваль из Уржума. Звонари – особая профессия. Нужно иметь не только хорошее чувство ритма, но и недюжинную физическую силу. На колокольне Успенского Собора располагается связанная невидимыми веревками и нитями система из 21 колокола, которые объединены в огромный музыкальный инструмент, где играть приходится не только руками, но и ногами. Самый тяжелый колокол весит три с лишним тонны, самый маленький – всего несколько килограммов. Люди издавна приписывали колокольному звону чудодейственную силу. Мелодичный перезвон и лечит, и даже помогает прогонять нечистую силу. Бес уходит и все там ворочит в мире. То есть первый звон – удар. Он останавливается. Второй – звон. Он присаживается. Все. И третий, когда ты ударяешь третий раз, он бежит ровно настолько, насколько, но он дух. Не нужен ему какой-то туловище, какой-то злой дух. Он падший ангел просто. То есть он улетает до той степени, пока слышен звон колокола. Даже говорят ученые, что на частотный резонанс на своем уровне. Даже гельминтов убивают. Чего уж и говорить о грехах-то наших. Вообще, вот эта холодная смесь меди и олова – такие волшебные звуки. Прямо, ну это что-то непередаваемое. Это надо слушать. Все колокола по традиции делятся на три группы. Маленькие – зазвонные, которые берутся в правую руку. Подзвонные – аккомпанирующие, которые управляются левой рукой. И большие – благовестники-басы, которые управляются ногой. В каноническом звоне ритм важнее мелодии. Но участники фестиваля, братья Стромовы, решили провести эксперимент. И переделали колокольную систему так, что на колоколах стало можно играть гармонически законченные музыкальные фразы. Мы переоснастили вот эту систему, которая делится на три группы. Сделали свои тросики так, чтобы все колокола были равнозначны. И попытаемся исполнить уже не ритмичный звон, а мелодичный. На первом месте, чтобы была мелодия. Мы поднялись сюда на колокольню с портативным синтезатором. И сняли тон с каждого колокола. Потом дома собрались, придумали музыку на фортепиано. Все это вместе отрепетировали. И сегодня будем играть в шесть рук этот звон. У каждого колокола есть своя история, свое имя и подчас непростая судьба. В 20-е, 30-е годы 20 века колокола с церквей часто сбрасывали и отдавали на переплавку, чтобы колокола избежали этой участи и их прятали, зарывали в землю. До наших дней дошло совсем немного древних колоколов, но некоторые из них и по сей день висят на колокольне Успенского собора. Колокол, он вылитый, по заказу, там надпись есть, по заказу Боярыни Александровой, в городе Кукарки, сейчас город Советск. Вот, в начале 19 века, где вот так вот он, например, вылетит. Потом у меня еще старый колокол есть, вот, Бакуливский висит. Еламога, город Виси, Еламоги, вот, написано Еламога. В последнее время среди звонарей все чаще встречаются женщины. Например, в женском Преображенском монастыре на колокольне служит матушка Людмила. Правда, на фестиваль она не пришла. Зато на колокольню поднялась Анна Стромова, сестра братьев Стромовых, которые продемонстрировали мелодичный перезвон. Давно поднимаюсь с ними на колокольню с детства. И в прошлом году меня брат уже начал учить. Отметим, что колокольный звон нужен не только для красоты. Это древнейшая сигнальная система, своеобразный язык, с помощью которого информация передается на десятки километров вокруг. Если, например, вы слышите 12 ударов колокола во время богослужения, это значит, что в храме читается Евангелие. Верующие даже на улице, если слышат такой звон, останавливаются, крестятся и кланяются. С помощью звона раньше сообщали о пожаре, начале войны или победе в войне, или каких-то чрезвычайных событиях. И сегодня этот древний язык вновь становится понятен все большему числу россиян. Иван Швецов, Валерий Никулин, Вести, Киров.